Приветствую вас на своем канале! Совсем скоро Новый год и ко многим уже начинает приходить праздничное настроение. Мы, например, уже нарядили елку и начинаем смотреть самые классные новогодние фильмы. На моем канале уже есть ролик с подборкой интересных новогодних кинолент. Сегодня я представляю вашему вниманию топ-10 новогодних советских мультиков. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить много всего самого интересного. Первый мультфильм, который бы хотелось вспомнить, это «Зима в Простоквашино». Мультфильм вышел в 1984 году и по сей день пользуется большой популярностью. Шарик с Матроскиным поссорились и теперь не разговаривают друг с другом. Папа и дядя Федор приезжают отмечать Новый год в Простоквашино без мамы, и по дороге их машина застряла в снегу. Если вы еще не смотрели этот мультфильм, то обязательно посмотрите, чтобы узнать, чем все-таки закончилась эта история. Второй мультфильм, который я хочу вам порекомендовать, это «Снеговик-почтовик». Мультфильм 1955 года. Ребята решили написать письмо Деду Морозу с просьбой подарить им елку. Они слепили снеговика, чтобы тот отнес письмо Дедушке Морозу. Снеговик отправляется в опасное приключение по зимнему лесу, где его поджидает много неприятностей. Обязательно посмотрите этот мультфильм, и тогда вы узнаете, чем все-таки закончилось путешествие снеговика к Деду Морозу. Еще один очень интересный советский новогодний мультфильм 1978 года «Дед Мороз и серый волк». Под Новый год волк решил украсть зайчат, переодевшись Дедом Морозом. Теперь настоящему Дедушке Морозу предстоит выручать маленьких зайчиков. Дед Мороз и серый волк является одним из самых популярных мультфильмов. Его с большим удовольствием пересматривают до сих пор. Еще один замечательный новогодний мультфильм «Когда зажигаются елки». Он вышел в далеком 1950 году. Дед Мороз спешит в город, чтобы поздравить детей с Новым годом. По дороге Дедушка теряет игрушки – зайчика и мишку, которые предназначены для Люси и Вани Ивановых. Игрушки оживают и находят дорогу до Снегурочки, которая решает сама доставить их на праздник. Вы помните, чем закончилась эта волшебная история? А если вы еще не смотрели этот мультфильм, то рекомендую его вам к просмотру. Также хочу порекомендовать вам не менее интересный мультфильм 1972 года «Новогодняя сказка». Ребята готовятся к Новому году в школе. Делают елочные игрушки, украшают зал, но не хватает самого главного – елки. Тогда они решают отправить кого-нибудь в лес за елкой. Но они еще не знают, что там живет чудище-снежище, которое не даст им просто так взять и забрать елку из леса. Обязательно посмотрите этот мультфильм, и тогда вы узнаете, что произошло дальше. Хочу порекомендовать вам мультфильм 1969 года «Дед Мороз и лето». В этом мультике Дед Мороз живет один, у него нет снегурочки, он сам мастерит подарки и доставляет их детям. Однажды он услышал, что есть такая удивительная штука, как лето. Теперь Дедушке Морозу не терпится узнать, что же это такое. Наверняка вы смотрели этот мультфильм много раз, но его стоит пересмотреть еще разок перед Новым Годом. А вот еще один, ставший уже символом Нового Года мультфильм. Это новогодняя серия «Ну погоди». Наверняка вы уже выучили песенку, которую пели Заяц и Волк, переодевшись Дедом Морозом и Снегурочкой. Маленькая, но очень веселая серия, которую стоит посмотреть еще очень много раз. Также хочу порекомендовать вам полнометражный мультфильм 1956 года «12 месяцев». Главная героиня сказки – девочка-сирота, которая живет в доме мачехи. И как-то раз капризная королева пообещала корзину золота в обмен на корзину подснежников. Но где же их достать зимой? Мачеха позарилась на золото и заставила падчерицу идти в лес в поисках подснежников. Вы помните, чем закончилась история? Обязательно посмотрите этот мультфильм. Еще один очень интересный полнометражный мультфильм 1957 года «Снежная королева». История о том, как девочка по имени Герда отправилась спасать своего друга по имени Кай. Его заколдовала Снежная королева, и из доброго мальчика он превратился в злого хулигана, доставляющего всем неприятности. Но девочка решила не бросать друга в беде. Обязательно посмотрите эту сказку, чтобы узнать, чем закончилась эта история. Стоит посмотреть и короткометражный мультфильм 1959 года «Новогоднее путешествие». Это сказка о мальчике, который захотел с помощью Деда Мороза доставить елку из Москвы в Антарктиду для своего папы. Посмотрите этот мультфильм, и тогда вы узнаете, получилось ли у мальчика доставить елку для своего папы. На этом все. Расскажите, какие мультфильмы вы любите смотреть перед Новым Годом. Пишите ответы в комментариях. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось видео. Ссылки на все мультфильмы из ролика я оставлю в описании, чтобы вы легко смогли их найти и посмотреть. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!